привет друзья меня зовут лошкарев андрей это проект все по уму настройки сегодняшнего дня я решил на своем канале освещать тему внутренней отделки как-то я эту тему упустил все говорил про строительство про наружку про фундаменты а про внутрянку забыл и первое о чем я хотел бы рассказать это о гипсокартоне казалось бы что нового можно рассказать про гипсокартон гипсокартон он и в африке гипсокартон однако есть очень много важных вещей которые о которых никто не рассказывает и которые влияют на качество ремонта и на долговечность иногда после того как мы сделаем ремонт через некоторое время на стенах и потолке могут появляться трещин об этом неприятном явлении о причине их появления и о том что нужно сделать для того чтобы их избежать мы сегодня и поговорим в основном до 100 процентах случаях трещины возникают на стыках гипсокартонных листов каковы же причины возникновения трещин они могут быть самые разные например некачественно сделаны каркас но основная причина это изменение влажности помещений то есть гипсокартон так же как дерево реагирует на изменение влажности в помещении что при этом происходит с листами гипсокартон при увеличении влажности листы гипсокартона незаметно глазу увеличивается в размерах а при уменьшении влажности сжимаются и И вот в этот момент возможно возникновение трещин. Чтобы этого избежать, стыки шпаклюются и укрепляются армирующей лентой. Надежность стыка зависит от количества шпаклевки. А количество шпаклевки зависит от формы кромки. А вот теперь самое интересное. Современные производители гипсокартона развели целую войну кромок. Некоторые из них изображаются в рекламе носорога, говоря, что он их стык не пробьет. Давайте с этим разберемся. Итак, к счастью, кромок всего три. Это сэкономит нам время. Первый тип кромок называется Плук. Используется компанией КНАУФ. Второй тип кромок называется Утоненная кромка ПРО. Придумали же название. Используется компанией Гипрок. И третий тип кромок называется Просто Утоненная кромка. Используется компанией ВОЛМ. На листах, наверное, было плохо видно профиль кромок. Я нарисовал их здесь в разрезе. А вот у нас форма ПЛУК полукруглая. Утоненная кромка ПРО. И просто Утоненная кромка. Кстати, форма кромки настолько важна, что прописано в ГОСТЕ. Кромки ПЛУК и Утоненная кромка есть в ГОСТЕ. А Утоненная кромка ПРО нет. Она делается по ТУ, по собственным стандартам производителя. Ну а теперь давайте разберемся, какое значение имеет форма кромки к надежности стыка между листами гипсокартона. Я попросил ребят сделать мне образцы с использованием всех видов кромок. Давайте посмотрим, как правильно делается стык между двух листов гипсокартона. Итак, два листа гипсокартона. Стык между ними. Наносится шпаклевка. Она здесь у нас розового цвета. Это ее подкрасили, я специально попросил. Далее вдавливается армирующая лента. Она обязательно должна быть бумажной. Серпянку использовать нельзя. И сверху идет накрывающий слой. Собственно, его мы и видим на готовых гипсокартонных стенах. Ну а теперь давайте посмотрим, какая разница между тремя видами кромок. Оказывается, на надежность стыка влияет количество шпаклевки. То есть, чем больше слой шпаклевки, тем стык надежнее и крепче. Я вам сейчас это докажу. Что держат два листа гипсокартона друг с другом? Держат слой шпаклевки. И армирующая лента. Вот она у нас находится сверху. Все. Два листа соприкасаются друг с другом. Больше их ничего не держит. Что мы имеем? У верхнего образца форма кромки плуг 4-5 мм слой шпаклевки. У среднего образца миллиметровый слой шпаклевки. Это у нас утоненная кромка ПРО. И у нижнего образца просто утоненная кромка 1-2 мм слой шпаклевки. Кстати, друзья, совсем недавно был в большом строительном гипермаркете и наблюдал такую картину. Чрезмерно активные продавцы гипсокартона навязывали покупателям гипсокартон с утоненной кромкой. Аргументировали они это тем, что толстый слой шпаклевки дает со временем усадку. Прогибается лента армирующая и на поверхности образуется неприятная выемка. Что я могу сказать? Это абсолютная чушь. Почему? Потому что специальная шпаклевка для швов не дает усадку. Вообще нисколько. Дает усадку финишная шпаклевка, которой заделывают швы горестроители. И поэтому, друзья, если к вам в магазине подойдут такие активисты, расскажите им про специальную шпаклевку для заделки стыков, что она не дает усадки, и что тонкий слой шпаклевки это плохо, а толстые хорошо. Ну что ж, друзья, давайте подведем итог. Все эти специальные шпаклевки формы кромок, они нас с вами особо не волнуют. Нас волнует появление трещин на наших стенах, которые влекут за собой дорогостоящий косметический ремонт. Причины возникновения трещин бывают разные. Самое распространенное – это неправильная заделка стыков листов гипсокартона. Чтобы этого избежать, нужно всего лишь покупать правильные строительные материалы и делать все по технологии. А именно, покупать гипсокартон с формой кромки плуг, использовать правильную шпаклевку для стыков, и использовать бумажную армирующую ленту. Все, друзья, на этом буду заканчивать. С вами был Андрей Лошкарев и проект «Все по уму настройки». Следите за тем, какие материалы покупают ваши строители, в частности, гипсокартон и шпаклевку, а также, как заделывают стыки. Желаю вам ремонта без трещин. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!